Я хочу представить вам программу направления аспирантуры 020601 компьютерно-информационные науки и 090601 информатика-вычислительная техника. Эти программы реализуются на факультете физико-математических и естественных наук Российского университета Дружбы Народов. Кафедры, которые задействованы в этой аспирантской программе, это кафедра прикладной информатики и теории вероятности и кафедра информационных технологий. Направление, которое мы ведем, точнее два направления, это прежде всего 020601 компьютерно-информационные науки с профилем 010107 вычислительная математика. Направление 090601 информатика-вычислительная техника, профили 051317 теоретические основы информатики и 051318 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Сроки обучения в аспирантуре по первому направлению, которое 020601, 3 года очно, 4 года заочно. По направлению 090601 информатика-вычислительная техника, очно 4 года, заочно 5 лет. Разница в обучении связана с тем, что направление 090601 считается приоритетным и государство выделяет дополнительные ресурсы, дополнительный год для того, чтобы аспиранты могли продвинуть современные технологии и, соответственно, дать серьезный научный результат, который можно было бы применить на практике. Руководитель программы, доктор технических наук, профессор Константин Евгеньевич Самойлов, он является директором Института прикладной математики и телекоммуникаций, параллельно занимает должность заведующего кафедрой прикладной информатики теории вероятности. Соответственно, выпускающие кафедры, еще раз, кафедры прикладной информатики теории вероятности РУДН и кафедры информационных технологий. Программа была стандартизована и аккредитована в 2015 году и с той поры мы реализуем ее. Хотя реально выпуск аспирантов по этим направлениям у нас ведется где-то с середины 70-х. Мы пытались вспомнить историю. В общем, считайте, больше, чем 30 лет. Форма обучения, очная, заочная, еще раз поговорил, и язык русский. Соответственно, конечно же, у нас учатся иностранцы, которые овладевают русским языком, но, в принципе, общение ведется и на английском у нас. То есть, языковых ограничений у нас нет. Инновационность и уникальность программы. Понятное дело, само направление очень-очень востребовано в области инновационных технологий. И предметная область программы аспирантура охватывает практически все информационные области, области инноваций, вычислительной математики, теоретических основ, информатики и телетрафика, матмоделирования и смежных областей. Программа включает в себя лекции, большой объем практических занятий с аспирантами на базе факультета и, соответственно, ведущих вычислительных центров города Москвы. Подготовка исследовательских работ ведется с использованием вычислительного оборудования, которое у нас стоит на факультете, под руководством ведущих специалистов двух кафедр, доктора, кандидаты наук, а также сотрудников исследовательских центров. В качестве информации скажу, что у нас большие связи с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне. Это прежде всего. Ну, по поводу взаимодействия с другими научными центрами еще поговорим. Тематика выпускных работ и диссертационных работ отражает передовые тенденции в области инфокоммуникации, информационных технологий, матмоделирования. Следующий пункт – это изучаемые дисциплины. Мы видим, что у нас базовые дисциплины имеются, это иностранный язык, история, философия, науки. Также есть вариативная часть – это методология научных исследований, приоритетные направления развития компьютерных информационных наук, методика преподавания наук в высшей школе. Очень интересный предмет. Соответственно, прослушав его, ребята понимают, как общаться со студентами, как с ними работать и выдавать хорошие преподавательские результаты. По профилям, соответственно, профиль теоретические основы информатики. Мы видим перечень предметов, это теоретические основы информатики, теоретические методы телетрафика. У нас очень мощная кафедра в этом смысле прикладной информатики, теория вероятности, где теория телетрафика развивается уже на протяжении 30 лет. Современные теоретические проблемы в информатике, где обсуждаются современные насущные проблемы, которые стоят перед учеными, перед инженерами в области телетрафика, инфокоммуникации. Теоретические аспекты вычислительной математики. Без этого никуда, потому что все завязано на вычислительные методы, на компьютерное моделирование. Современные методы вычислительной математики – это уже как бы обобщение методов, которые изучаются в теоретических аспектах. И современные методы математического моделирования. То есть с помощью тех алгоритмов и методов вычислительной математики все это дело реализуется в виде математических моделей. Соответственно профиль мат-моделирования также имеет большой объем курсов связанных с математическим моделированием. Соответственно мы видим что у нас здесь присутствует и математическое моделирование и современные теоретические проблемы в численных методах. Современные проблемы реализации комплексов программ. Теоретические аспекты вычислительной математики. Современные методы теоретические проблемы вычислительной математики. В общем весь набор который мы здесь видим все посвящено математическому моделированию. Ну и последний профиль это вычислительная математика, где видим, что у нас есть современные методы вычислительной математики, современные проблемы вычислительной математики, теоретические основы информатики, то есть предметы пересекаются, переплетаются друг с другом. И соответственно мы видим теоретические методы телетрафика, здесь современные методы математического моделирования, то есть получается, что эти курсы все взаимопереплетаемы. Давайте посмотрим следующий слайд. Для информационных технологий немножко поменьше, такая камерная, можно сказать. Мы видим, что три профессора, семь доцентов, три старших преподавателя, шесть ассистентов. Из них три доктора наук и кандидатов наук 11. Следующий это кто у нас работает, наши, можно сказать, знаменитые ученые. Но еще раз повторюсь, Константин Евгеньевич Самулов, директор Института прикладной математики и телекоммуникаций, заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятности, доктор технических наук, извиняюсь, профессор Севастьянов Леонид Антонович, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности, доктор физмат наук. Активно занимается математическим моделированием, в частности математическим моделированием оптики наноструктур. Венецкий Сергей Ильич, профессор международного уровня, он является ведущим сотрудником лаборатории теоретической физики Николая Николаевича Боголюбова в Объединенном институте ядерных исследований, доктор физмат наук, профессор. Занимается вопросами квантовой механики, квантовой теории поля, вычислительной математики, ну в общем у него огромный опыт решения всяких разных задач и у него огромный-огромный индекс цитированности в журналах международного уровня. Он имеет очень-очень-очень солидный автор. Кайдамак Юлия Васильевна, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности, доктор физмат наук. Соответственно она занимается теорией телетрафика, математическим моделированием теории телетрафика. И в последнее время очень модные направления связаны с интернетом вещей, с развитием сети 5G. И, соответственно, основное направление исследований, конечно, интернет вещей. То есть она занимается проблематикой взаимодействия устройств, которые объединены в одну сеть. Все мы понимаем, что развитие технологий позволяет практически все вещи, которые мы видим в доме, на работе, объединить в единую сеть. И они будут интеллектуально взаимодействовать друг с другом. Ну вот, соответственно, Юлия Васильевна занимается проблемой взаимодействия этих устройств. Гудкова Ирина Андреевна, первый заместитель директора Института прикладной математики и телекоммуникаций, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности, кандидат в физмат наук. Также, как и Юлия Васильевна, она занимается фактически исходными проблемами. То есть это сети 5G, интернет вещей. И они вот вместе развивают эту тему, которая очень-очень востребована. Абаев Павел Аванасович, ведущий специалист ООО «Недкрекер», кандидат в физмат наук. Он тоже работает на нашей кафедре. Занимается различными вопросами, связанными с исследованием нагрузки в сетях. Все мы сталкиваемся с тем, что у нас, допустим, сеть зависает. Это связано с тем, что, понятное дело, где-то возникают перегрузки, так называемые боттлнеки. Естественно, что сети надо проектировать сразу таким образом, чтобы таких явлений не было. И, соответственно, современный математический аппарат позволяет заложить основы того, чтобы сеть работала устойчиво, нормально и без сбоев. Вот. Кафедра информационных технологий. Соответственно, здесь мы видим Осипова Геннадия Семеновича. Он директор исследовательского центра искусственного интеллекта Института программы систем РАН. Вице-президент Российской ассоциации искусственного интеллекта. Конечно же, его работа посвящена искусственному интеллекту. Все знают о том, что развитие науки идет по направлению, скажем так, передачи определенных функций управления системом, которые будут в состоянии сами принимать решения в те моменты, когда человек не может по тем или иным причинам сам принять решение. Соответственно, вопросы, связанные с алгоритмами искусственного интеллекта, очень востребованы. И, конечно же, Геннадий Семенович занимается очень активно этой проблематикой. Хачумов Вячеслав Михайлович, заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра информатика и управления. Ну, собственно говоря, здесь Вячеслав Михайлович занимается также проблемами управления в сетях, нагрузками в сетях. Вот. Это очень популярная тема. Вот. Чтобы сети работали устойчиво, без сбоев. Стефанюк Вадим Львович, ведущий сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, также вот Института проблем передачи информации. Вот. Те же самые проблемы, связанные с искусственным интеллектом, которые позволяют решать вопросы, связанные с решением технических систем, умением технических систем самостоятельно принимать те или иные решения. Чукарин Алексей Валерьевич, генеральный директор государственного бюджета предприятия «Информационный город» при правительстве города Москвы, кандидат физико-математических наук «Доцент». Алексей Валерьевич, выпускник кафедры прикладной информатики теории вероятности, ученик Константин Евгеньевич Самойлова, занимает очень ответственный и важный пост в городе. Вся информатизация, с которой сталкиваются тем или иным образом исключить, проходит через вот эту вот организацию «Информационный город». Вы понимаете, какие серьезные задачи он решает, и вы понимаете, какой уровень имеется на кафедре информационных технологий, уровень специалистов. Материально-техническое обеспечение. Шесть дисплейных классов, четыре мультимедийные аудитории, высокопроизводительные информационно-телекоммуникационные комплексы, пластерная система Т-платформы, интерактивные доски активно у нас представлены, ноутбуки, системные блоки. Ну, в общем, мы обеспечены по полной программе для того, чтобы можно было заниматься наукой. Также у нас есть очень интересные лаборатории. Научные лаборатории, прежде всего, это управление инфокоммуникациями в кафедрах прикладной информатики и теории вероятности, где представлены современные аппаратуры, в помощи которой можно заниматься математическим моделированием, численным моделированием, имитационным моделированием. И наша новинка – лаборатория опережающих исследований 5G, сети интернета вещей Института прикладной математики и телекоммуникаций. Эта лаборатория была открыта в декабре 2017 года, то есть ей буквально два месяца. И, соответственно, в этой лаборатории ведутся исследования в сети 5G, с помощью которых можно управлять устройствами. Вот тут видно, что летающие устройства, тактильный интернет с помощью перчатки, можно передавать те или иные движения роботу, вот здесь представлен кугол очки, вот здесь они, к сожалению, плохо видны, то есть в помощи их можно передавать информацию в режиме онлайн и видеть, что происходит. Соответственно, все эти устройства подключены к сети 5G, которая, конечно же, передает с огромной скоростью информацию, позволяет управлять этими устройствами с очень высокой скоростью. Вот, следующее, это вот научные исследования, которые ведутся на кафедре прикладной информатики, теории вероятности, разработка научных основ и комплексов вероятностных моделей для оценки эффективности и надежности взаимодействия устройств в беспроводных сетях интернета вещей. Это Константин Евгеньевич Самулов этим занимается. Разработка комплекса моделей математических теорий, телетрафика для исследований схем управления, доступом к ресурсам беспроводных сетей следующих поколений. Гриндамака Илья Васильевна и Гудкова Ирина Андреевна. Исследование и разработка информационно-телекоммуникационных технологий моделей беспроводных межмашинных взаимодействий для управления городской инфраструктурой. То есть здесь мы уходим на задачи, которые решает Чукарин в своем управлении информационный город. Кафедра информационных технологий занимается направлениями анализ больших объемов данных, это очень востребованная и важная тема, распознание образов и анализ изображений, машинная графика, база данных, информационный поиск, все мы пользуемся Гуглом, Яндексом, компьютерный анализ естественных языков, тоже очень интересное направление, анализ бизнес-процессов, это практически в любой компании имеются проблемы, связанные с анализом бизнес-процессов, с их оптимизацией и, конечно же, люди, которые владеют навыками и методами анализа бизнес-процессов любой компании, востребованной, очень-очень-очень, проблем с трудоустройством практически никаких у этих ребят. Искусственный интеллект, интеллект, это мы с вами обсудили, и динамические интеллектуальные системы. Инструментарий представлен, здесь мы видим разные языки, интерфейсы, машины обучения, соответственно, все здесь представлено. Дальше, это научные мероприятия, которые проходят у нас с достаточно регулярной периодичностью. Самый яркий пример прошлого года, имею в виду 2017, это Summit 5G России, в котором приняли участие ведущие ученые с разных уголков мира, их было в этом порядка около 10 стран, узнали проблемы развития сетей 5G в разных странах. А вот, Международная научно-практическая конференция, распределенные компьютерные телекоммуникационные системы управления вычислением связь, обсуждали проблемы, связанные с развитием инфокоммуникационных технологий, исследованием сетей, с помощью которых позволяют их реализовать, исследованием вычислительных возможностей современных для того, чтобы эти системы работали устойчиво и надежно. Также Международная научная конференция прошла у нас аналитические вычислительные методы в теории вероятности ее приложения. На этой конференции обсуждались вопросы, связанные с аналитическими возможностями современной науки, анализировать телекоммуникационные сети, анализировать вычислительные возможности людей для того, чтобы системы, которые мы создаем, работают, которые работают, работали устойчиво и, соответственно, проектировали без ошибок. Также прошли две международные конференции с выездом за пределы России. Это международная конференция поколения следующих, сети следующего поколения и, соответственно, международный конгресс продвинутых современных телекоммуникационных систем. Тоже очень было интересно, много представителей других стран участвовали, больше десятка. Аспиранты ездили на эти конференции, делали доклады и обменивались опытом с ведущими специалистами в этих областях. Научные мероприятия у нас имеются постоянно действующие научные семинары, межвузовские научные семинары, современные телекоммуникационные и технологии и математические теории телетрафика, телетрафика под руководством Константина Евгеньевича Самуилова, научный семинар математическое моделирование руководителя Севастьянов. Также существуют лектории, у нас тесные связи с Бурно и Университетом Технологии Чехия. Старший научный сотрудник Иржи Гошек проводит этот лекторий. Обсуждается масса интересных вещей, но, конечно, в основном занимаются интернетом вещей и технологией 5G. А также профессор университета Пизы Митили Пагана. Также занимаются теорией телетрафика, сетями 5G и интернетом вещей. Все крутится вокруг этого. Дальше, достижения наших аспирантов, они представлены, ну, в частности, на этом слайде. Это наши аспиранты второго года, Бегишев Вячеслав Олегович, стипендиат премии президента, ну, скажем так, прошлого года, финалист отборочного тура стипендий конкурса Потанина 2015 года. У него уже большое количество публикаций международного уровня в журналах, которые индексируются в Скопусе. Активно занимается интернетом вещей и сетями 5G. И бесчастный Виталий, победитель шестого международного конкурса научных работ студентов и аспирантов 2017 года. Также имеет большое количество публикаций международных научных журналов и активно занимается также проблемами интернета вещей. Ну, это самая востребованная тема, поэтому люди и публикуются. Их журнальные статьи очень-очень с большим интересом принимают научные журналы. Вот. Вузы, с которыми мы взаимодействуем. Это, прежде всего, технологический университет города Бурно. Бурно University Technology. Также университет, ну, как его мы называем, средиземногорский университет Риджи де Калабрия Италия находится в городе Риджи де Калабрия. Очень-очень интересно в этом университете ведутся исследования. Мы туда в прошлом, в октябре прошлого года ездили. Была выездная молодежная школа. Много студентов-аспирантов делали там доклад. И, конечно же, незабываемые впечатления от средиземногория у нас осталось. Вот. Очень теплые воспоминания. И нас очень тепло принимали студенты-аспиранты и научные сотрудники этого университета. Также университет города Пиза Италия. Также Микеле Пагано, наш ведущий ученый, который нас всячески там продвигает, очень тесные связи. Также, скажу честно, что у нас налаживается активное взаимодействие с университетами Португалии, с университетом, с технологическим университетом Финляндии. Значит, это у нас технологический университет Тампери. Активно мы взаимодействуем с ними, решаем совместные задачи. А Тампери это значит Nokia. Очень многие исследовательские задачи, которые решают Nokia, решают студенты-аспиранты в этом университете финском. Сотрудничество кафедры информационных технологий представлено здесь. Прежде всего, Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской Академией наук, Институт программы средств Российской Академии наук, представлен здесь. Дальше, Институт проблем передачи информации, Общество с ограниченной ответственностью Росинтернет-технологий, Общество с ограниченной ответственностью Технологии системного анализа и, соответственно, Национальный исследовательский университет, Московский энергетический институт. Очень активные связи этой кафедры с этим институтом. Профессиональная деятельность выпускников. Все всегда спрашивают, что мы будем на выходе иметь. Прежде всего, углубленные теоретические и практические знания в области информационных технологий, прикладной математики, фундаментальные концепции и современные методологии, международные технологические стандарты, знания на передовом рубеже техники и технологий, области IT-технологий, теории телетрафика и телекоммуникации. Разработка процедуры процесса управления качеством в этой деятельности, связанная с созданием, использованием, проектированием системы инфокоммуникации. Участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по направлению разработки инфокоммуникационной технологии и разработка и решение задач искусственного интеллекта. Все это здесь представлено. Также в области профессиональной деятельности это академические и научные исследовательские организации. Это те, кто захочет посвятить себя не коммерческой, так сказать, стезе, а академической, научно-исследовательские вычислительные центры, научно-производственное объединение, образовательные организации, государственные органы управления, министерства, ведомства, организации различных форм собственности. Проблем с трудоустройством выпускников у нас нет. Объекты профессиональной деятельности представлены вот здесь. Мы все видим и тут у нас сети 5G, LTE, системные средства инфокоммуникации, бизнес-процессы, математические модели, инфляционное моделирование системы, продукты и сервисы инфокоммуникационных технологий, включая базу знаний. Значит, мероприятия с участием работодателя у нас очень активно проводятся. Вот. И, соответственно, каждый, можно сказать, месяц к нам приезжают представители компаний всяких разных, и мы обсуждаем проблемы трудоустройства, проблемы работы с выпускников и прохождение практик в компаниях. Ну, перечень мероприятий виден. Все очень на острие, можно сказать. Карьера молодых ученых в IT-индустрии, повышение признания РДФ в среде работодателей, профессиональное самоопределение, карьерный рост молодостых специалистов. То есть, самые острые проблемы, которые мучают ребят, которые заканчивают аспирантуру, конечно же, все обсуждается. Дальше мы видим, какие компании проходят у нас, ну, с которыми мы взаимодействуем. Ну, конечно, это прежде всего вот Центральный научно-исследовательский институт радиотехнический институт имени Берга, ФИЦ информатика управления, Институт системного программирования, производственные аналитические службы, в частности, компания IBM Ланит с нами очень дружит, образовательные учреждения РУДН, консалтинговые компании, IT-консалтинг, организации всевозможные. То есть, мы с вами видим, что прежде всего это вот Недкрекер, очень известная компания инфосистемы Jet, вот, Дельта Солюшн очень активно с нами взаимодействует, вот, ну и, конечно же, наш, значит, информационный город. Вот, что касается сроков приема граждан РФ в аспирантуру, мы видим, что сроки приемов у нас начинаются, значит, сроки подачи документов, это с 20 июня по 20 июля для бюджетных мест, кто будет учиться очно, кто будет учиться заочно, соответственно, видим там, да, то есть это у нас бюджетные места с 20 июня по 20 июля, экзамены на бюджетные места с 23 июля по 28 июля, зачисления с 1 августа и, соответственно, сроки, ну да, вот, сроки зачисления и сроки выхода приказа, в общем, в начале августа. Те, кто будет учиться на платной основе, соответственно, также документы можно подавать с 20 июня по 12 сентября, сроки проведения испытаний до 19 сентября, с 20 сентября выходит приказ, соответственно, с 21 люди уже выступают. Значит, дальше, если обучение идет заочно, то, соответственно, более щадящий график, да, то есть подавать документы можно с 20 июня по 20 ноября, срок вступительных экзаменов до 28 ноября, до 29 ноября начинаются занятия. Вот, ну, соответственно, видим, что можно подумать, да, даже, даже там продлевают этот срок для тех, кто опоздал. Да, 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 приказываю, ну, короче говоря, в принципе, на заочную форму с оплатой обучения можно поступать целый год, скажу честно. Да, вот мне подсказывает. Следующий слайд. Начало учебного года. Да, начало учебного года для очной формы 22 сентября, для заочной формы 1 декабря. Но, в принципе, можно, опять же, повторюсь, в течение года на конкурс, на контрактной основе можно в течение года подавать документы, и мы, конечно же, ну, скажем так, принимаем всех, никому не отказываем. Вот, у нас действуют специальные программы для аспирантов, конкурс аспирантов полного дня, значит, это аспиранты работают у нас в университете, получают стипендию в размере 30, ну, считайте, 39 тысяч рублей, условия в конкурсе аспирант, значит, не последнего года обучения, ведение самостоятельной научной работы с публикацией в журналах ВАК, РИК, СКОПУС, выступления в научных конференциях, сертификации, умение получать сертификаты о знаниях иностранного языка, да, ну, сами понимаете, без иностранного языка сейчас никуда. Также участие в международных конкурсах научно-технических мероприятиях, это вот индивидуальная финансовая поддержка для участия в международных и всероссийских научно-технических конкурсах и мероприятиях, но это финансирование, РУДН финансирует поездки на международные конференции. Условия, соответственно, здесь тоже представлены, все мы видим, для того, чтобы участвовать в конкурсе, можно, нужно, нужно, ну, как бы удовлетворять вот эти вот условия. Дальше, конкурс на участие в программах поддержки публикационной активности, то есть не только тем, кто ездит на конференции, но тем, кто хочет и может публиковаться, также РУДН активно помогает. Здесь мы видим, что на конкурсе принимают участие аспиранты, имеющие индекс цитирования. Дальше мы видим, участвуют, должны удовлетворять следующим требованиям, наличие не менее одной публикации в скопусе, вот, ну и, соответственно, да, вот, требованиям конкурса, что должны быть до конкурса, публикации уже имеется, и имеется, в общем, должны быть. Вот, здесь мы видим, значит, контакты, в помощи которых можно взаимодействовать с приемной комиссией. Вот, так что будем рады видеть вас у нас в аспирантуре. Теперь я вижу, у нас пошло несколько, ну, пошли вопросы, в частности, мы видим вопросы от Анны, я постараюсь на них ответить последовательно. Итак, значит, я слышал, что у вас открылась лаборатория 5G, да, в этой лаборатории 5G проводятся активные исследования, аппаратура вся самая современная. Можно ли напроситься на стажировку в эти компании, ну, я на виду компании, которые я озвучила. Конечно, можно, то есть, в принципе, с стажировкой проблем никаких нет, то есть, вы приезжаете к нам, значит, адрес электронной почты, сейчас я напишу, то есть, поэта с помощью этой... Давайте, в принципе, можете просто позвонить, это мой телефон, я активно всегда отвечаю на звонки, 728-79-11, это вот мой телефон, Сергей Анатольевич. Я уже представился, да, Сергей Анатольевич Васильев, который ведет этот вебинар, извините, может быть, вначале я запамятовал этот, значит, Васильев. Вот, значит, я, скажем так, тьютер пиранского направления, направление 02-06-01 и 09-06-01, на капитале приказной информатики теории вероятности. Вот, адрес электронной почты, пожалуйста, пишите, сейчас я его наберу. Значит, так, да, не та раскладочка мне подсказывает, секунду. Давайте. Вот, на любые вопросы я стараюсь оперативно отвечать. Вот, адрес моей почты. Да, значит, пройти стажировку можно, надо связаться со мной, мы обсудим, какие компании вам интересны, и, конечно же, найдем возможность вас отправить на стажировку. Дальше. Какая тема для диссертации сейчас актуальна? Сразу говорю, 5G, все сети 5G и интернет вещей, взаимодействие устройства в 5G. Дальше. Заочная платная, значит, заочная форма платная. Да, заочная, все заочные формы обучения у нас платные. Ценник есть на сайте RUDN. Значит, заходите на сайт rudn.ru, вот, заходите в раздел аспирантура, находите соответствующую программу, и там, соответственно, все представлено. И ценник, и программа, все-все есть. Я думаю, вы это найдете. Дальше. Значит, конечно же, мы, вот я, тьютор, скажем так, я, конечно же, оповещаю аспирантов, вот здесь вот Лариса Николаевна сидит, она по факультету оповещает об участии, обо всех конкурсах, обо всех, всех-всех-всех, скажем так, мероприятиях. Конечно же, студенты в курсе. И мы стараемся, чтобы максимальное количество народов не только знало, но и принимало участие, потому что мы максимально заинтересованы, чтобы аспиранты максимально себя проявляли во всех направлениях. Ну вот, и публикационная активность, и научные исследования, и поездки на конференции по России и за рубежом. Дальше. Где взять вопросы для вступительных экзаменов в аспирантуру? Скажу честно, что мы перерабатываем сейчас вступительные вопросы по поводу вступительных экзаменов в аспирантуру. Они будут подтверждаться на ученом совете в этом, ну, в апреле, да? Нет, даже в марте, в апреле. И они будут известны в мае. Ну, скажу честно, конечно же, это, прежде всего, направление, ну, что надо повторить? Это, прежде всего, теория вероятности статистики. Статистику надо повторить, ну, в объеме университетского курса. Теорию телетрафика, все-все-все-все модели Эрланга, надо знать. Вот, матмоделирование, то есть, вычислительные методы матмоделирования. То есть, это, опять же, стандартные университетские курсы, которые, ну, мы не выходим за пределы, не требуем что-то такого невероятного. Вот, сколько бюджетных мест? Скажу честно, что бюджетных мест в сумме получается что-то порядка десяти, да? Да, в этом году будет девять бюджетных мест. Вот, если год и при поступлении в аспирантуру, если год закончил с красным дипломом, по-моему, нет. То есть, мы принимаем всех на общих основаниях. Ну, скажем так, мы отбираем. Для того, чтобы поступить в аспирантуру, для этого надо представить либо публикации, которые уже, ну, поступающие в аспирантуру, сделал магистратуру, мы смотрим, кто на что способен. Вот. Либо реферат. Ну, это фактически доработанная, доработанная, вот, выпускная квалификационная работа, в простонародии диплом выпускной. Ребята дорабатывают и, ну, сдают при поступлении в аспирантуру в качестве реферата. Мы смотрим, насколько человек продвинулся в том или ином направлении. Соответственно, конечно же, мы не отказываем никому, вот, ну, всячески стараемся привлекать всех. И смотрим, конечно же, обращаем внимание на талантливую молодежь. Ну, конечно же, вступительные экзамены, есть вступительные экзамены. Вот. Надо уметь отвечать на вопросы. Экзамен письменный. Вот. Три вопроса. Ну, может быть, мы в этом году сделали четыре. Вопросы. Ну, полегче. Да. Но, сдается только специальность. Ни английского, ни философии нет. Только один экзамен. Вот. Какие еще будут у вас вопросы? Так. Английский сдавать не нужно. Значит, философию. Сейчас я напишу. Сейчас, 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 сейчас. Толь. Сейчас перейдем на английский. Так. Вступительный. Только по специальности. Вот так вот. Вступительный только по специальности. Вот. Повторюсь, вопросы станут известны ближе к концу апреля. Но уже сейчас можно читать книжки по теории вероятности. В принципе, вы можете мне прислать на почту запрос, да, какие книжки почитать. Я, конечно же, вам пришлю подборку литературы для того, чтобы вы понимали, что, ну, круг, круг, круг вопросов, который может быть. Можно ли менять тему во время написания диссертации? Да, можно. Диссертацию можно менять, в принципе, каждый месяц. Единственное, конечно, университет будет всякий раз чертыхаться. Но, в принципе, у нас стандартно, что начинается исследование по одной тематике. Потом люди понимают, что у них что-то пошло не так или интерес поменялся. И, в принципе, в течение трех-четырех лет обучения один раз, ну, бывает два раза, ребята меняют тему. Тему утверждаются на ученом совете факультета, потом на ученом совете университета. Я знаю, и выходят отдельным приказом ректора подписываются. Так что, да, темы утверждаются на самом высоком официальном уровне, как и утверждается научный руководитель, который руководит аспирантом в течение периода. Кстати, научного руководителя также можно поменять. Так, да, бывает, кардинально меняется тема. Главное, это успеть сделать за последние полгода. То есть, последние шесть месяцев, конечно, уже тяжело поменять тему. Но на последнем году, да, то есть, еще шанс есть поменять тему, потому что часто бывает так, что тема, ну, скажем так, ну, чуть-чуть, вот, когда при поступлении как бы формулировали одно, а уже ближе к защите становится понятно, что чуть-чуть корректировка тематики. Конечно же, тему корректирует и стандартная практика более точно, чтобы звучало название диссертации. Еще какие вопросы? Стандартная стипендия у нас для тех, кто хорошо учится без строек, это сейчас 7 тысяч рублей, вот, ну, с небольшим, да. Для тех, кто будет аспирантом полного дня, я еще раз повторюсь, там 37 тысяч рублей. Да, 39 тысяч рублей. Еще вопросы? Ну, раз вопросов нет, давайте, наверное, на этом закончим. В принципе, адрес моей электронной почты есть, телефон есть, вы можете звонить, писать, я с радостью отвечу на любые ваши вопросы. Вот, мы можем продолжить общение очень активно, я открытый для общения человек и с радостью буду с вами общаться. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...